36 регионов Российской Федерации, где мужик не доживает до 65 лет. Самая Чукотка, еврейская Хакасия до 60 не доживает и не свою пенсию в гробу получит. Классические русские области, весь Дальний Восток, Север, 62-63 года. Говорят, быстрыми темпами растет средний возраст. Не растет он быстрыми. За 30 лет на полтора года. И то после того, как статистику отдали в министерство. Говорят, посмотрите на Запад. Давайте глянем. Пенсия в Эстонии, где нет никаких ресурсов. В два раза выше российской. В Польше в три раза. А во Франции в 5-10 раз. И средний возраст 82 года. 60 лет пенсия у мужиков. Вот посмотрите на другие страны. Я говорю, да посмотрите на пенсионный закон Саудовской Аравии. Отработал 40 лет, получаешь последнюю зарплату в полном составе. Плюс полтора миллиона нашей деньги, денежные пособия. Помер, жена получит. Жена ушла из жизни. Дети до 18 лет полностью обеспечены. Там тоже нефть добывают. Теперь, что касается реальных денег. Они есть в стране. Они есть, если бы их не было. Я просто поражаюсь, почему мы их не направим туда, где будет большой прирост. 27 триллионов рублей в переводе на наши деньги, наши золотовалютные резервы. 28 триллионов лежат в банках с мертвым капиталом. Вот отдадим, они будут вкладывать в производство. Мы им 4 триллиона дали за последние три года. Все заявляли, все будет вложено в производство. Я бы просил, посчитала счетная палата. Меньше 5 процентов вложили. По карманам и в офшоры. По карманам и в офшоры. Почему весь сырьевой сектор не работает? Награда работает на 200 карманов. Эти 200 карманов пополнились в прошлом году на 25 миллиардов долларов. А все остальные обнищали на 5-10 процентов. У нас с вами нет того, что препятствовало выйти на высокие темпы, что и обеспечивает нормальную пенсию, зарплату и прогресс. Капиталы у нас есть. Мощности задействованы в высокотехнологичном производстве на 40 процентов. На 60 максимум. Вкладывайте, и вы получите все необходимое. А не лезьте туда покупать чужие самолеты. Своих 15 заводов производили полторы тысячи летательных аппаратов в год. Каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. У нас есть возможность кадры. У нас полтора миллиона лучших специалистов работает в чужих лабораториях. Я убил агейство, увидел свою лучшую школу высшей математики. Из 100 математиков 50 русские. Геннадий Андреевич, 8 завтра вернемся. Мы тут все равно люди второго сорта. Куда, на какую работу, где будет учиться, что. Давно можно ответить. Китайцы всех своих физиков и математиков вернули. Уже в космос прорываются. Программа Луну делает. У нас с вами сырье три четверти не перерабатывается. Вложите деньги. У нас делянка леса сгнивает и так далее. Если построите 100 заводов, через два года вы получите 100 миллиардов долларов дополнительного дохода. У нас половина чистой пресной воды в мире. Ни одной программы производственной нет. Давайте обирать стариков. Ну просто стыдобушка самая настоящая. Я считаю, что это закон самый антигуманный, самый циничный.